Продолжаем про дуэль племянника Лермонтова с сыном Мартынова. Третья часть. В морском министерстве, вероятно, узнали истинную причину неприбытия на службу лейтенанта Анатолия Мартынова и мудро решили на его возвращение не настаивать. В Петербургском адмиралтействе также не хотели громкого скандала, который неминуемо погремел бы начнись официальное расследование. В октябре 1881 года приказом морского министра лейтенант флонта Мартынов был уволен в отставку, как отмечено в приказе, по семейным обстоятельствам, но с присвоением чина коллежского асессора и оставлением на службе в канцелярии московского гражданского губернатора. А раненый Михаил Лермонтов вышел в отставку спустя три года, убедившись, что с одним глазом служить в гусарах невозможно. Владимир Геляровский из своей книги «Москва и москвичи» пишет, что часто видел вместе обедающих в ресторане дворянского собрания Анатолия Мартынова, Александра Пушкина-младшего и князя Льва Голицына. Не смолкали литературные разговоры, слышались имена Гоголь, Лермонтов, Толстой. Соперник Мартынова удалился свое имение и всю оставшуюся жизнь носил повязку на глазу. Скончался он в 1904 году, сдержав данное слово, сохранить тайну о дуэли июля 1881 года. В том же 1904 году Анатолий Мартынов издал в Тамбове книгу сочинений Николая Мартынова, сборник прозы и поэзии, написанный на Кавказе его отцом. А что же было причиной сей дуэли по наследству? Это осталось неизвестным. И расставить точки над «и» поможет разве что кропотливая работа в архивах. Если вам понравилось это видео, ставим лайк, подписываемся на канал.